всем привет пришла настоящая весенняя погода весна испания хочется моря к тому же давно не были ну и связи с этим сегодня у нас прогулка обзор по такому приморскому райончику как по такому вот у нас идет мальвороса порт отдельно обзор по мальворосе есть на канале море такие вот разделительные камни и пошел уже пляж потоконы небольшого нового райончика туда мы с вами и направимся вот вы видите написано албарая потоконы административно потоконы является пляжной частью албарая но в принципе албарая мы тоже снимем она находится далековато от пляжа потокона прибрежная часть но по сути по факту если так смотреть то потокон это соседний соседствует с мальвороса и по факту находится является частью валенсии до валенсии установилась по-настоящему теплая погода и и такое ощущение что людей мы приехали на пляж и много прям отдыхающих в том числе и русскоговорящих ну и вот мы с вами находимся на перекрестке вот получается мальвороса идет с той стороны а а с этой стороны уже идут новые дома потоконы их не так уж много то есть райончик совсем небольшой но тем не менее ну и сейчас пройдем прогуляемся разделительная линия проходит по каррер де арнау де виланова разделение от мальвороса к потоконе и вот детский сад или младшая школа я смотрел вообще по карте здесь их две это для самых маленьких видно детский сад где по детям которые за окном ну и в целом вот вы видите дома в общем-то новые осваиваться район начал как написано в 90-е годы даже скорее во второй половине 90-х был переведен в порядок пляж ну и соответственно появились как дома для жизни так и какие-то социальные объекты в том числе школы клиники вроде как тоже присутствуют определенные но и посмотрим с вами дальше что здесь у нас еще есть интересного целом на карте можете увидеть что в район небольшой совсем буквально несколько улиц такой вот прибрежный из новых и достаточно дорогих у меня одном из видео по моему про годы и спрашивали что это за такие вот обрезаны ну вот вы видите их обрезают и сейчас они начали выпускать листики будем следить за ними дальше вот такие же домики только закрытой территории вот так написано там бассейн есть видимо приходится на вот эти а вот эти жилые дома он далее тоже идут закрытыми территориями ну в принципе достаточно однотипные новые сооружения большинство из них я смотрю идет закрытыми территориями ну и какой-то постамент а далее за ним очень хорошо видно море то есть до моря ну не знаю сколько здесь метров может 200 вот не знаю на камеру видно не видно должно быть по идее видно вон там уже море наверное даже менее чем 200 метров ну то есть совсем совсем приближе достаточно пока тихо хотя людей в общем то много хватает машин не так много людей много я выбираю момент когда лучше снять вот но летом конечно летом я так понимаю здесь будет всех полно отдыхающих ну и тех кто здесь может быть сезонно проживает проехал только что автобус по езда сюда ходят автобусы либо доезжать до евгения винас и идти соответственно пешком ну либо на автобусы непосредственно напрямую такие уже идут частные домики соответственно вот эти видно была такая типичная застройка то есть многоэтажки более-менее похоже идентичны ну и соответственно цена у них порядка ну по крайней мере вот что я сегодня смотрел на той же идеалисты порядка от 200 тысяч евро идет цена то есть большие цены в этом районе на новый приморский район сам альвароса мы уже снимали на кабанел надо побольше времени сейчас пока сильно и многое у меня нет ну а небольшой приморский район чтоб тоже попал в список всех освещенных если мы взялись то будем стараться все сделать поэтому смотрите плейлист район и валенсия для жизни но также и пригороды там тоже много появляется постоянное обновление мы стараюсь обхватить все в том числе и большие небольшие райончики в целом чтобы со временем они были представлены все как можно более полном объеме потокона вытянулась вдоль от мальваросы и в ту сторону он там тоже видно уже конец в принципе то есть немного и примерно четыре улицы если взять с приморской идут параллельно друг другу вот видите да тут чуть-чуть другие уже дома многоэтажные ну а здесь такие вот комплексы малоэтажной застройки здесь же напротив частных домиков идут сооружения такого рода то есть он там серфинги еще какие-то для моря штуки скорее всего наверное они потом будут сдаваться в аренду на пляже в сезон вот таким вот образом то есть прям неподалеку от пляжа вполне возможно служат для сезона для инфраструктуры ну и есть еще какие-то пустыри но это крупные для чего-то возможно зарезервированы или предназначены почти до конца прошли район тут какие-то строительные работы слева за забором школа скорее всего наверное или секундария или старшая школа вот такие вот активидадесы то есть занятия я вам сниму мало ли вдруг кого заинтересует сайты есть так скажем чем можно заниматься в потаконе сайт есть можете звонить узнавать если вы где-то неподалеку проживаете или находитесь ну и в общем то вот такая вот пальмовая что ли роща справа море ну а слева мы уже дошли вот по сути до конца такого небольшого райончика приморского как потакона подошли к пляжу от потаконы вот там видите да всякие сооружения небольшой ветер около моря но такой не сильно может будет мешать поэтому я так быстренько сниму туда далее идет порт саплая туда мы тоже доберемся с вами в одном из выпусков вот это большой я так понимаю отель ну и там пошли тоже дома отели кафешки и ну и живые дома ну и вон уже порт Валенсии то есть все в общем то недалеко да как говорится на небе только и разговоров что о море да водичка уже хоть и прохладная но ну не прям не прям некоторые смотрим ходят по воде по колено прям конкретно купающиеся может тоже есть но не видел ну скоро уже да можно будет купаться если такая погодка установилась и будет продолжаться да буквально отходишь от моря сразу и ветер потеплее и меньше его становится недаром много городов на побережье Испании в частности Валенсии построены чуть поудаль от побережья а осваиваться именно прибрежная часть отелей строится все прочее стало больше в последнее время а так раньше строились чуть подальше то есть вид на море из окон так сильно народ не будоражил важнее было что зимой будет потеплее ну и вот вышли такая вот набережная которая тянется в ту сторону прямо до Валенсианского порта ну и на этой ноте мы наверное будем с вами заканчивать наш сегодняшний репортаж погуляли посмотрели район потоконы прошлись по весеннему пляжу надеюсь вам было интересно желаю вам всего хорошего до новых встреч пока пока